Сейчас уже можно уверенно сказать, что между Россией и Казахстаном началась полномасштабная война. Пока что война это только экономическая, но в той же самой Украине все начиналось абсолютно идентично. Правда, есть еще одно существенное отличие. Если все переговоры, экономический, политический шантаж продолжались на Украине более десятилетия, то здесь в случае с Казахстаном все произошло очень стремительно за несколько дней. Похоже, что теперь остается ждать по разглашению Павлодарской, Петропавловской, Усть-Каменогорской и Уральской народных республик. Как раз на медне по радио шоу Славьева рассказали, что Уральск не прям так и просится состав России, ибо регион тут фактически анклав Казахстана на территории сверхдержавы нашей. Хотя нет, что до Уральской народной республики, то таким названием они однозначно разбередят екатеринбургских сепаратистов, лозунг, который хватит кормить Москву сейчас в условиях глубочайшего кризиса в России, как никогда актуален. А почему ГААРКУ в тропях происходил на российский Уральск, скорее всего, об операции этой на время забудут, а потом придумают для нее другое название, но не впервой же им переобуваться. Здравствуйте, это новый совместный проект студии Зеркало Ньюз и канала Реальная Журналистика в студии Евгения Нисимов. Итак, поехали! Все, наверное, очень удивились рассуждением президента Казахстана Касымжа Марта Такаева о том, какими территориальными образованиями тут считает ДНР и ЛНР, а еще точнее не какими, а чьими. Фактически, это может в спину кое-кому от ближайшего союзника, в ту самую спину, в которой скоро места для ножей не останется. Но мало кто знает, в каких условиях эти заявления были сделаны. А главное, что этому предшествовало за несколько дней. Итак, главное экономическое событие страны Собирушка, которая еще буквально год назад конкурировала с Давосским форумом. А ныне тут мрак и безнадега. И вместо западных стран ДНР и ЛНР. Другие непризнанные республики Сирия и даже представители террористического движения Талибан. Впервые за все время работы экономического форума на минуточку в нем приняли участие международная террористическая экстремистская организация Талибан. Но это как минимум удивительно. Но, как говорится, как у Лермонтова все было бы так смешно, если бы не было так грустно. Понятно, что Петербургский экономический форум давно существует. И, казалось бы, нужно повышать рейтинг и статус этой площадки. Превращая ее в крупную международную площадку действительно не только по названию, но и по содержанию. А здесь, по большому счету, происходит обратное явление, когда вместо крупных держав, крупных стран, экономических игроков участвуют, мягко говоря, те, кого я лично удивлен там видеть и слышать. Говорят, что еще сомалийских пиратов приглашали, но даже те отказались ехать. Тем более удивительно там было видеть президента Казахстана. Того самого Казахстана, что даже при старом Назарбаеве вел многовекторную политику. А после январских событий и подавно Путин тоже приехал на форум. О том, насколько ему было интересно все происходящее, свидетельствуют вот эти кадры. Сначала он сдирает заусенцы с пальцев, а потом методичными отработанными движениями обеих рук публично достает из носа козявку и со всех ракурсов рассматривает ее. Помимо Путина, все остальные тоже откровенно забили на пленарное заседание, назначенное на 14 часов, предпочтя ему коктейли в буфетах. В первом зале появился герой Советского Союза Артур Челенгаров, человек, которому из-за проблем с ногами прийти сюда было куда труднее, чем остальным. Другой вопрос, это вообще зачем туда ему добираться? Хотя вот таких странных гостей на форуме было пруд пруди. Но надо же было кем-то заполнить свободные места, которые еще пару-тройку месяцев назад бронировались для западных делегаций. А потому и соседство у Челенгарова было уж весьма странное. Ирина Яровая. В прошлом это убежденная оппозиционерка, член партии Яблоко, финансируемая нынче уже признанным едва ли не экстремистом и террористом, и уж точно иноагентом Ходорковским, грациозно переобувшейся в воздухе несколько лет тому назад. О, о какой же экономике могут говорить эти два человека? Впрочем, и остальные освободившиеся места западных предпринимателей и политиков отдали их российским коллегам и представителям остального мира. Тоже безумного и тем более бескрайнего. Но все-таки остального. Министра финансов России Антона Силуанова посадили между главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. И это казалось предсказуемым решением. С одной стороны, деваться ему было некуда, а с другой он и так, в случае чего, заранее уже на все с ними согласен. И тут неожиданно началась жара. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент Республики Казахстан Касымжа Марта Каев. Модератор пленарного заседания Маргарита Симоньян. Отчета, заготовленную ранее помощниками речь, Такаев четырежды без суеты и эмоций, Очень вежливо и очень основательно опустил на землю кремлевскую владыку с ядерным и, как мы узнали недавно, еще и с туалетным чемоданчиками. Санкции существуют. Мы эти санкции учитываем, безусловно, учитываем в нашей торгово-экономической стратегии. Действительно, мы создаем самые благоприятные возможности для работы наших российских коллег, друзей, которые приехали на работу к нам. И здесь мы должны быть вместе и, конечно же, отторгать людей, которые в силу тех или иных причин решили поработать в нашей стране, абсолютно невозможно. Если кто не знает, то прямо сейчас происходит активнейшая миграция российских предприятий в Казахстан. В российской прессе употребляется даже другой термин – эвакуация. Словно в годы Великой Отечественной на заводах демонтируют станки и производственные линии и эшелонами отправляют в соседнюю республику. Вслед за Ирбитским мотоциклетным заводом, производящим знаменитый мотоцикл «Урал», туда повезли десятки разобранных производств со всей страны. Вернуться ли они обратно в Россию, скорее всего, уже нет. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инвестиций. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Ну и на этом Бравада Такаева не закончилась. Впервые за 30 лет УДКБ каким-то образом проявило себя, направив ограниченный контингент Казахстан. Причем подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Именно организация договора о коллективной безопасности, где Казахстан является активным участником. А когда дошел вопрос до спецоперации в Украине, то Такаев высказался весьма взвешенно. Но даже эта формулировка повергла участников форума в шок. Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу. Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Но вообще подсчитано, что если право нации на самопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Да, спасибо вам, безусловно, за эту откровенность. Что до ордена Александра Невского, от которого Такаев якобы отказался, тут мнения явно разделились. Казахстанские СМИ сообщают, что награждение все же планировалось. Иностранные СМИ, западные СМИ подтверждают эту информацию, но Песков ее, естественно, категорически опровергает. Ну да ладно, и без ордена наговоренного главным союзником Путина хватит. Он стал единственным и главным ньюсмейкером опущенного ниже дна мероприятия. Он резко контрастировал с международными террористами и молчащей российской номенклатурой, согнанной на форум. И такого выступления от него явно никто не ожидал. Но что же случилось? Что его побудило на такие резкие заявления, которые даже противоречили его же написанному заранее тексту? Ответ последовал через несколько дней. Оказывается, в порту Новороссийского приостановили отгрузку казахстанской нефти на танкеры. Такое решение в нашей стране официально объяснили обезвреживанием торпед и мин, оставшихся после Второй мировой. Что такое нефтепровод Тенгиз-Новороссийск? Ну, прежде всего, это главная артерия казахстанской нефтянки. В трубу собирается черное золото с таких крупнейших месторождений республики, как Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и еще десятков более мелких. Это две трети всей экспортной нефти республики. Что это было? Торг, угрозы, выкручивание рук – непонятно. Но и ответка на остановку целой отрасли в Казахстане тоже последовала. Казахстан заблокировал на своей территории более 1700 вагонов с российским углем. Более того, эта блокировочка напрямую коснулась Путина, поскольку, как сообщают СМИ ключевыми компаниями, отрасли, которые попали под блокировку, владеет именно его родня. Кремль попытался ответить через Кадырова, но, увы, после этого российская позиция стала выглядеть еще смешнее. Россия спасла Казахстан, армяне, когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль сыграл Путин. Когда Казахстан начал потерять суверенитет, кто помог? Россия была. Не боялась никого. Так что ждем активации русскоязычного населения в Казахстане. Тем более, и я сам по себе это знаю, в любой другой республике, а тем более в Восточной, в условиях купированной и кастрированной информации, поступающей с исторической родины, как правило, только по официальным каналам, шовинизм всегда будет проявляться куда сильнее, чем в России. В общем, поживем-увидим. А я с вами прощаюсь. Программа «Что произошло» на канале Зеркало Ньюс пока еще никуда не делась. Встретимся там в воскресенье. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok